Всем привет! Кто следит за нашими инстаграмами наверное видели, что мы всю ночь получали некий неизвестный товар. Этим неизвестным товаром являются почвофрезы индийского бренда Svan. У нас вот есть уже собранный образец. Саня, привет! Здравствуйте, друзья! Сделаем небольшую обзорную экскурсию, если так можно выразиться по данной почвофрезе. Таким вот образом она у нас выглядит. Пока продемонстрируем вам общий план, как она собирается, как она комплектуется, что у нее есть. Такая у нас маркировочка. News One Multitech Limited модель RT200. Про 200 мы еще замеряем, мы все посмотрим. Вот она имеет свой серийный номер 2019 год. Мы во время сборки обратили внимание на много интересных вещей. В принципе нам обращали внимание на это еще на заводе, но было приятно это увидеть вживую уже у нас здесь в России. Это у нас наклейка и подпись упаковщика. То есть мы видим, что все на месте, никто ничего не забыл. Кстати, обязательно надо сказать, что все элементы, которые сняты, пронумерованы. Здесь мы видим клеймо. Единяю, что верх ногами, кто понимает, поймет. То есть, как у многих именитых сварщиков, которые имеют высшую категорию, клеймица, металл и сварка, на подобие этого есть клейма непосредственно и на производимых с ванном агрегатах. Кто у нас здесь импортер? Импортер. Да, точно, мы же агроформат. Далее, односкоростной редуктор, боковой шестеренчатый привод. Здесь обращаю внимание тоже контроль качества. То есть, только после проведения испытаний почва фреза получает такую наклейку. Защита и так дальше. Саш, какие вообще общие впечатления о фрезе? Впечатления о фрезе хочу сказать сразу, что я восхищен качеством и отношением поставщика. Вся продукция приходит в индивидуальной упаковке, упакована очень качественно. И также проведена огромная работа по исследованию вообще всех фрез на рынке. И из-за этого могу сделать заключение. Из-за этого могу сделать заключение. Вот, например, если говорить про нож, давайте обратим внимание на нож. Так, кстати, давайте глубину посмотрим. У нас все гоняются за глубиной. Сейчас мы за ней тоже немножко погоняемся. посмотрим, что у нас показывает глубина. Есть у нас спецсредство суперрулетка. Что у нас здесь до трубы получаем? Мы 18 сантиметров. Саша, а что угол такой необычный? Насчет угла, смотрите, ребят, здесь проведена огромная работа прямо на заводе исследовательским составом завода. и выявлено, что угол 87 градусов является оптимальным для лучшего крашения и вгрызания в почву, если так можно сказать. А она получается как сверло, то есть имеет свой угол входа. Так, это если говорить про весь вал рабочий, то устроен он как раз таки в форме сверла, и это сверло обеспечивает легкий вход всей фрезы в почву. И имея угол 87 градусов, который выявлен путем исследований, он является самым лучшим и оптимальным для тяжелых почв. И для этой фрезе как раз именно он и установлен. Ну тут, вот если я всем обращаю внимание, тут даже у каждого ножа есть свое клеймо тоже. То есть мы видим, что ножи не сырец дешевый, а высококачественный. А давай посмотрим, что у нас получается по габаритам, Саш. Как раз пока у нас рулетка в руках. Так, давай по крайним точкам. От края до края. То есть здесь мы видим практически 240, 1,242, если быть точными, 245 даже объективно получается. Не очень хорошо видно это по углу, но если по крайним точкам смотреть, больше 240 сантиметров. Что касается ширины захвата, давай посмотрим, что у нас есть. от фланца до фланца. Так, у тебя по краям. Я поставил прямо на фланец. Вот. У нас на фланце получается 202, 203 сантиметра. очень интересная особенность у почвофрес. То есть не просто они воруют, как очень многие производители, реальную ширину захвата. То есть она де-факто по габаритам гораздо больше. Реальная 203. Но есть интересная особенность. все внутренние фланцы, они укомплектованы шестью ножами на каждом фланце. Боковые укомплектованы тремя ножами. Обусловлено это в первую очередь тем, что эти ножи имеют внутреннюю направленность. То есть их вполне достаточно для того, чтобы измельчать заданную ширину. Давайте пройдемся дальше. В принципе по компоновке вала, по компоновке ножей у нас все понятно. Опорная стойка. Сань, смотри, обрати внимание, уже видишь, ушли от дешевых приваренных фланцев или накладок. Завеска происходит как раз с помощью болтов, крепления с помощью болтов. Я хочу обратить внимание как раз на заднюю крышку, пока мы здесь можем с другой стороны обойти и посмотреть на форму задней крышки. Обратите внимание, она сделана в форме параллелограмма. Получается, ее края выступают максимально широко вниз. Это для того, чтобы высвободившийся больший объем взрыхленной почвы более ровно разровнять, чтобы у вас не было боковых буртов. Очень, кстати, хорошее замечание. И, кстати, очень большой геопозон регулировки по крышке можно с помощью вот этого штыря, назовем его так, можно фиксатора, очень хорошо отрегулируем. Регулировка очень крутая. Я сам обратил внимание, много позиционные. Самое главное, что фурнитура выполнена не из проволоки, а действительно пружины добротные. Сварка. Сварка, в принципе, везде все отлично проварено. и не на жерстянку. Вот в основном используются толстостенные элементы. Конечно, все это впечатляет и все это радует. Есть у нас с каждой стороны регулируемые полозья. Со стороны редуктора они имеют даже дополнительную защиту. Вот так она выглядит. Редуктор. Вот у нас впервые на фрезах Доберкмет появились такие пробки смотровые со стеклышками, по которым мы можем отслеживать уровень состояния масла. Здесь у нас находится сапун. Что еще надо показать? Да, то, чего не было у нас ранее ни на одной фрезе. Саш, расскажи про подрезной диск. Что с ним делать? Подрезной диск на этой комплектации фрезы установлен. Он служит для того, чтобы удерживать фрезу в своем ряду и не позволять выпрыгивать из ряда. И тем самым подрезая кромку. Да, как раз по ходу движения у нас подрезается. Мы хорошо маркируем границу обработанного участка от необработанного. Кстати, очень удобная штука, согласен. Хочу обратить внимание, что с каждой фрезой приходит зип. Вот такого нет ни одной фрезы, ребята, прошу обратить внимание. похвастайся, хвастайся, хвастайся, я знаю, что ты любишь хвастаться. зип с каждой фрезой. И давайте посмотрим, что там, господа. Смотрим. В каждом зипе у нас есть необходимый инструмент для обслуживания и сборки почвы фрезы. Здесь имеем масленку. Пожалуйста, масленочка. И необходимый комплект ключей. шприц для шприцовки. Ну, что характерно, вот металл вроде бы звенит, насколько я понимаю, по звуку он неплохо. очень хороший. Посмотрим, как он по качеству, на растяжение, на поломки. Саша, что внутри там? Значит, тут у нас еще есть инструкция для каждой фрезы. Надеюсь, не на индийском. Нет. Не на индии, не на санскрит. Она у нас на русском языке полностью. Отлично. уже легче. Все компоненты разрисованы, все мелочи нарисованы, показаны и пронумерованы. Ну, и блокнотик в конце для записей. Сколько десятков или сотен гектаров нам работало? Точно. Так, Саша, по кардану расскажешь, что имеем? Вообще, это кардан от нее или не от нее? Это ее родной кардан. Хочу обратить внимание, ребят, что на каждом кардане стоит срезной болт. Значит, он служит для защиты от перегрузок. Если попадается где-то какой-то камень на сложных почвах, обрезает этот болт и не травмирует сам редуктор фрезы. Да, нашим самым горячо любимым клиентам хотим послать такой месседж. Пожалуйста, вот этот элемент не надо заваривать. Мы вас очень просим. Их здесь два. Прошу обратить внимание, целых два срезных болта.